Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня представляю экспертов. Итак, Максим Александрович Прусаков, следователь первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Максим, здравствуйте. Валентина Юрьевна Королева, старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СССР по Тверской области. Валентина, здравствуйте. Мария Александровна Гагарина, прокурор центрального района города Твери. Мария Александровна, приветствую вас. Здравствуйте. И Олег Николаевич Розаев, прокурор пролетарского района города Твери. Олег Николаевич, здравствуйте. Уважаемые друзья, в начале года, уже традиционно, свой профессиональный праздник отмечают сразу две правоохранительные структуры. 12 января у нас прокуратура Российской Федерации, профессиональный праздник отмечает 15 января Следственный комитет Российской Федерации. Вы такие структуры, которые тесно взаимодействуете ежедневно практически в своей работе друг с другом. И поэтому мы сегодня решили вас не разъединять. Что называется, пригласили всех за один круглый стол. Тем более, что проблема, по большому счету, направлена на обеспечение безопасности жителей нашего Тверского региона. Давайте, наверное, начнем со Следственного комитета. Валентина, Максим, народ, может быть, те, кто не знает, спрашивают, что такое первый отдел, на чем он специализируется. Вы привыкли, что есть, да, Следственное управление, Следственное комитет России по Тверской области. Но там есть направление, да? Да, да. У нас в региональном следственном управлении есть два отдела. Первый отдел, то есть наш отдел о преступлениях против личности и общественной безопасности. И есть второе отдело в сфере экономики. Соответственно, у нас расследуются дела против личности. Но основные это статьи 105, 131, 132. А, соответственно, в экономическом отделе это все коррупционные дела. Это коррупционные дела, о которых мы тоже часто говорим здесь. Но это посвящаем обычно, как правило, отдельную передачу, потому что коррупцию пока не жили. Ну, как, впрочем, наверное, преступление против личности. Много работы, вот, Валентин. Конечно, работы хватает, и в любом случае преступление имеет место быть всегда в нашем отделе. Это наиболее резонансное по расследованию особо важное дело, наиболее значимое, которое непосредственно имеет повышенную опасность для населения в том числе. Но также хочу заметить, что, несмотря на то, что у нас действительно есть разделение, мы, в принципе, многопрофильный отдел, который также расследует и коррупционные дела. И коррупция тоже перепадает. Конечно, у нас тоже есть такое, да. И второй отдел также может заниматься преступлениями против личности, против общественной безопасности. То есть у них тоже есть определенные составы преступлений, которые они расследуют. Народ, конечно, жители региона, ну, это, наверное, уже с давних времен пошло, потому что говорят, вот, раскрываемость убийств у нас там 90%, там, по раскрываемости тяжкотелесных, или у вас исключительно убийства столько-то процентов. Каков процент раскрываемости преступлений, потому что это, как правило, преступления, которые лишают жизни человека? Ну, стоит отметить, что у нас в настоящее время практически процент раскрываемости это приблизивается к абсолютному, приближается к этому. То есть практически каждая раскрывается? Да. И, кроме того, у нас очень сейчас развивается направление преступления прошлых лет, расследование. Это да, вот мы в программе в своей патрульной службе, мы часто говорим, кажется, что человек, который совершил 25 лет, может спать спокойно. Нет. Ну, с учетом того, что развиваются и технологии, надо отдать должное, и то, что прогресс не стоит на месте, благодаря им мы также и сможем сейчас найти следы, которые были изъяты 20 лет назад, но технической оснащенности не хватало на тот момент для раскрытия этих преступлений, а сейчас они оказываются раскрытыми, что увеличивает этот процент раскрываемости, и практически, я еще раз повторюсь, он приближается к абсолютному. Ага. Ну, кстати, Максим, мы говорим людям, что расследование этих уголовных дел, которые были совершены когда-то, там, 10, 15, 20 лет, оно не прекращается, да? Да, абсолютно. То есть срока давности здесь нет, если это тяжкое преступление. Да, да, все верно. Как я повторюсь, сказала коллега, этот процент подходит к абсолютному. То есть все дела действительно раскрываются, неважно, когда это было совершено. В настоящий момент все дела не приостанавливаются, идет по ним работа, в том числе со стороны оперативных служб для раскрытия преступления. Тут мы как бы разобрались, что практически стопроцентная раскрываемость в СССР, а что с прокуратурой? У вас по каким показателям оценивают вашу работу, Мария Александровна? Что это у вас, у вас тоже какое-то, у вас же не скажет, что вот мы раскрыли что-то, вы должны когда-то еще предотвратить? Да, раскрываемость это, конечно, не тот термин, который применяется к органам прокуратуры. Профилактика, превенция, это одно из направлений нашей деятельности. Ну, а также, разумеется, мы нацелены на выявление и тоже пресечение нарушений, прежде всего, прав граждан. За истекший год, вот, Олег Николаевич, что сделано прокуратурой пролетарского района? Если вот так вот смотреть, ну, есть чем гордить. У вас есть такое вообще понятие? Вот это вот мы сделали вообще здорово, вот как-то мы помогли реально людям. Да, основная цель и задача органов прокуратуры, это не цифровые показатели, а конкретные дела, конкретные люди, конкретный человек по восстановлению их прав, законных прав, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством. Если говорить о пролетарском районе, то за истекший 2023 год прокуратуру выявлено полторы тысячи нарушений в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Много, полторы тысячи-то? Да. В целях устранения которых принесено более 180 протестов, в суды направлено более 160 исковых заявлений, внесено 310 представлений, по результатам рассмотрения которых 320 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. по ряду, практически по всем внесенным представлениям права граждан восстановлены, нарушения устранены, но, однако, на контроле прокуратуры остается каждый акт реагирования по восстановлению прав каждого гражданина, групп людей. Также по уже допущенным нарушениям прокуратуры принимаются меры по привлечению граждан не только к дисциплинарной ответственности, но и к административной. Вот в 2023 году 160 лиц таких виновных, которые признаны органами, которые рассматривали наши дела, признаны виновными и им назначены административные наказания. Еще одной такой мерой прокурорского реагирования, она самая, на мой взгляд, эффективная, это реализация полномочий, предусмотренных пунктом 2, часть 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса. Это что такое? Это когда прокуратура проводит тщательную проверку, собирает материал с привлечением, в том числе и контролирующих органов и специалистов, и направляет в следственные органы, в том числе коллегам из Следственного комитета, подготовленные материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Вот в 2023 году прокуратура политарского района направлено 10 таких материалов, по результатам рассмотрения которых 10 уголовных дел были возбуждены, в том числе одно по факту некачественного проведения подрядной организации капитального ремонта на территории города Твери, а именно политарского района. Мария Александровна, а у вас на территории центрального района в какой сфере больше всего выявлено нарушение? Есть такое? Ну, анализ вы, естественно, проводите. Да, ну, это цифры, кстати, у нас сопоставимые, это также нарушение прав и свобод человека и гражданина, также свыше полутора тысяч нарушений выявлено в этой сфере. Ну, а традиционно наиболее такие сферы, в которых мы выявляем большее количество нарушений, это сфера жилищно-коммунального хозяйства, нарушение трудовых прав граждан. Та самая заработная плата, о которой мы постоянно говорим. Да, в этом году также мы выявляли факты, когда должным образом не были оформлены трудовые отношения, также в исковом порядке восстанавливали права граждан, и заявлены нами исковые требования о взыскании в интересах гражданина, пострадавшего от несчастного случая на производстве, морального вреда. В 2024 году они перешли на рассмотрение судом, будем уже в этом году отстаивать права граждан на получение компенсации. Конкретные дела, конкретная помощь человеку. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшой перерыв, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире в студии Ирины Чекунова. Сегодня говорим о работе Следственного комитета и прокуратуры. Именно эти две службы в начале года отметили свой профессиональный праздник. Сразу хочется перейти уже к Следственному комитету, подача вам. Какие интересные дела удалось расследовать за 2023 год, уже ушедший год? Что вообще вот такое, как-то врезалось в память, Максим? За 2023 год, ну, в основном, как раз-таки половину 2023 года я отработал в Заволжском межрайонном следственном отделе. Соответственно, наверное, самые такие дела, наверное, связаны именно с Заволжским. Это вот и направляли дело категории по терроризму, 205-я, статья 2-я. Также, наверное, экономические дела, о которых мы говорили в начале, 160-е, 159-е. Ну, наверное, самые основные воспоминания оттуда будут. Оттуда, да? Но, тем не менее, эти дела, сроки какие-то у вас существуют, вот как говорят, что вот именно вот в эти сроки нужно уложиться, да? То есть вы как-то держитесь вот этого временного порядка? Ну, разумный срок у нас, конечно, для расследования уголовного дела это 2 месяца. Не всегда получается в 2 месяца закончить уголовное дело. Бывают же разные, да? А если еще что-то добавляется, что-то вкрапливается в это дело, да? Конечно. Дополнительные эпизоды преступных действий выявляются. Соответственно, продлеваем сроки принадлежа следственного и, к сожалению, не успеваем закончить дело в 2-месячный срок. Но ваша задача довести дело до суда, чтобы обвиняемый уже человек, уже неподозреваемый, получил заслуженное наказание, чтобы суд признал виновным, да? Валентина, а у вас как? Чем приходилось заниматься в 23-м году в основном? Ну, самое такое резонансное, и был, кстати, сюжет об этом преступлении, это когда в городе Осташкове убили мужчину, который работал в такси. Я выезжала, да-да-да, по этому делу. Да, вот сейчас оно рассматривается в суде уже, и вот мы его закончили в 2023 году. На самом деле, достаточно сложно эмоционально было. Я всегда говорю, что профессия следователя и вообще человек, который, да, называет себя следователем, это собирательный образ, который собирает себе очень много профессий, в том числе и психолога, потому что приходилось работать и с потерпевшими, потому что потерпевшая сторона очень сильно переживала утрату сына. Там же и маленькая девочка, дочка у него была у этого мужчины. 26 лет всего был человек, по-моему, да, вот убитый. Да, да, то есть он достаточно молодой, и характеризовался он на территории города Осташково очень положительно, то есть мужчина работал, зарабатывал деньги, пытался обеспечить семью, грубо говоря, да, там никому у нас не мешал, занимался своим любимым делом, но вот по стечению обстоятельств, соответственно, на него напали с целью ограбить. И фактически машина нужна была. Машина ведь не за что. Он пострадал вот просто из-за того, что ребята хотели уехать в другой субъект, подальше от родителей, хотели заняться самостоятельной жизнью, как бы начать, но в итоге получилось немножко у них за рамки своего плана выйти. Вообще дела вот эти, вот с чем вы работаете, уважаемые друзья, это всегда приходится, я не знаю, как возвращаетесь домой, с чем, с какой душой, или это постоянная, вот как у нас, наверное, работа, когда голова постоянно думает, думает, дует, ты никогда не отдыхаешь от работы. Наверное, так и у вас, да? Вот как у вас. Именно так, именно так. Невозможно, невозможно оставить и не думать о том, что произошло сегодня, неделю назад, или о чем-то, что ты сам себе поставил на контроль и поставил себе целью довести до конца. Невозможно переключиться. А вообще-то вот столько многоплановость, такая работа, ведь это же, сколько задач стоит, как удается распределить, что и как, или в этом и задача прокурора, что распределять подчиненным, и все же надо контролировать? Да, Литва Николаевича? Да, о том, чтобы наша работа выполнялась добросовестно и с душой, конечно, здесь прокурорский работник должен обладать, на мой взгляд, определенными качествами для выполнения своих служебных обязанностей. Таким, в первую очередь, конечно же, по моему мнению, будет относиться инициатива, настойчивость, целеустремленность, ответственность. Ну, конечно, это далеко не все, которыми должен обладать каждый сотрудник прокуратуры. А вообще, вот так вот районы, вот если сравнивать, центральные, пролетарские, они по населению в чем-то похожи? Я понимаю, что, наверное, пролетарские менее такой благозвучный, скажем так, по населению район, да больше рабочий изначально исторический район. Центральный, он все-таки у вас больше и учреждений, и театра, и все там. Да, то есть у нас наполняемость больше днем, а у пролетарского, наверное, больше вечером. Ну, пролетарский район, он более такой спальный район, если к терминологии обратиться. Правильно вы отметили, что изначально он был рабочим. Исторически рабочий, там же мануфактура, там и предприятие всевозможное. Но в криминогенном плане есть с чем сравнивать ваши районы? Или это, опять же-таки, каждому свое? Ну, преступность в городе, она здесь по численности нашего оба района, они, в принципе, по численности в какой-то мере совпадают, да, если сравнивать Заволжский район, Московский район, это наиболее крупные районы города. Ну, как правило, и преступность. Чем больше район, тем выше уровень преступности в этих районах. Поэтому здесь каких-то определенных закономерностей нет. А, кстати, Мария Александровна, а с чем чаще всего приходят люди? Уже упоминали жилищно-коммунальные проблемы. С этими, да, заработная плата. Дороги у нас, опять же-таки, когда снега падает, да, это все обращают на это внимание. Даже с нетерпением ждут прогноз погоды. С этим, конечно, не приходят. В основном это обращения, которые оперативно поступают по каким-то каналам связи, или это интернет, или единый портал прокуратуры. А с чем приходят чаще всего? Ну, 23-й год для меня, конечно, он запомнился больше всего гражданами, которые пострадали от недобросовестных потребительских кооперативов кредитных. Да? Да. То есть это очень много обращений, когда граждане приходят и говорят, что не только не могут получить проценты по своим вкладам, но и вообще, в принципе, получить вклады. То есть вот это вот было актуально? Да, это очень актуально. И вот, к сожалению, судя по тому, как сейчас опять обращаются на личный прием, это будет тенденцией в 2024 году прослеживаться. Но вот это вот работа наша совместная, как раз-таки с правоохранительными органами, в частности со Следственным комитетом, когда эти действия получают еще и уголовно-правовую оценку. То есть здесь уже идут мошеннические действия? Возможно, в том числе и мошенничество. Да, мы уже рассматриваем это именно так. То есть здесь с нашей стороны мы помощь гражданам оказываем путем направления исковых заявлений в суды с требованием расторгнуть инвестиционный договор, возложить обязанность возвратить денежные средства с процентами, которые подлежат. А далее это уже к коллегам. Олег Николаевич, а вам в 2023 с чем чаще всего обращались жители Пролетарского района? Ну, в 2023 году жители Пролетарского района обращались, конечно, с вопросами, касающиеся их нарушения жилищных прав. Это жилищно-коммунальные или это про строительство, дольщики так называемые? Нет, это вопросы, связанные с содержанием общего домового имущества. Это вопросы соблюдения законодательства управляющими компаниями. То есть много вопросов, в том числе, когда люди обращались, ну и что относилось к компетенции других органов и контролирующих органов организации. И вот под нашим пристальным, скажем так, вниманием помогали людям, чтобы действительно довести их вопрос до своего логического завершения. Ну, вы вообще работаете в тесном взаимодействии с другими правоохранительными структурами вместе. Вы, понятно, вместе сюда же еще подключается на полицию и другие силовые структуры, которые одним просто никак. А часто приходится пересекаться в суде, потому что для тех, кто не знает, что у нас существует обязательно представитель прокуратуры, даже когда мера пресечения избирается, региональный следственный комитет, если тяжкое преступление, да, и вы как бы ходатайствуете, прокуратура поддерживает, допустим, либо не поддерживает ходатайство следствия. Да, это так происходит. И тогда вы пересекаетесь уже вот на такой, на нейтральной, скажем, полосе в суде. Вот Олег Николаевич сказал основные принципы человека, который выбрал для себя профессию прокурора. Максим, а по-вашему, а следователь каким должен быть? Работа-то тоже не знает, что такое выходные и праздники, и что только восьмичасовой рабочий день. Ну, в первую очередь, наверное, это трудолюбие и усидчивость. То есть, несмотря на то, что где-то что-то не получается, не отступать и максимально быть нацелена на то, чтобы восстановить права потерпевших и закончить дело, как вот мы говорили, довести до логического завершения, к тому, чтобы оно было направлено в суд и, соответственно, состоял приговор по уголовному делу. Ага. А, Валентина, а ваше какое вообще-то мнение об этой работе? Я думаю, что следователь должен обладать целеустремленностью, безусловно, но с чувством справедливости, обостренным, потому что мы все, да, у нас у всех задача восстанавливать нарушенные права граждан, обеспечивать их безопасность, как уже было сказано, упорство и стрессоустойчивость, потому что в нашей работе это немаловажный фактор, и когда молодые сотрудники к нам приходят, очень важно, чтобы они понимали, что это ответственная работа, что мы фактически, да, решаем судьбу людей, потому что в том числе и от нас зависит, попадет, да, под суд человек, и потом осудит его, отправится ли он в места лишения свободы на долгий срок. Да, это судьба человека. А, Мария Александровна, а вы изначально выбирали профессию для себя прокурора? Да, так получилось, что... Со школьной скамей? Нет, не со школьной, я, наверное, где-то до третьего курса совершенно не знала, кем я хочу быть, я знала, что я хочу быть юристом, и так получилось, что только на третьем курсе произошло определенное для меня понимание после ознакомительной практики в прокуратуре, потому что на третьем курсе нас отправляли в полицию, тогда следственный комитет был в прокуратуре, вот в прокуратуру мы приходили, и в суде мы также были, и я для себя поняла, что хочу быть именно прокурорским работником, хотя в семье юристов не было вообще, не с кем было посоветоваться, никто не являлся примером в этой сфере, но, видимо, очень повезло мне с моими руководителями на практике, и именно тогда вот я и определилась. А учителя, Олег Николаевич, важны вот эту вот, когда вот только Мария Александровна сказала, повезло на самом деле, куда попадешь, и какому человеку под крыло, что называется, под первым, где будешь проходить практику, кто тебя будет вводить, как вот цыпленка к курице ведет, да? Насколько важны здесь учителя? Здесь в нашей профессии учителя, как у нас это принято говорить, наставники, они очень важны и оказывают огромную роль в становлении молодых специалистов, новых сотрудников, именно по передаче уже наработанного опыта и вообще введения в курс дела, поскольку профессия прокурора, она очень многогранна, и здесь роль наставника, она ее очень сложно переоценить. Вы сколько лет в прокуратуре, Олег Николаевич? Я в прокуратуре больше 10 лет работаю. Больше 10 лет? А вот как Мария Александровна тоже определились, не сразу или может быть сразу, вот уже с первого класса, будь прокурором? Ну нет, конечно, не с первого класса, ну где-то с первых курсов академии. Академия какая? Саратовская государственная юридическая академия. Юридическая академия. Ну то есть здесь специальность юриста, она изначально, это база? Да. Это база? Да, конечно. С которой уже можно дальше выбирать, вот как цветочек расцветает, там лепесточки разные, да? И то есть вот вы уже больше 10 лет, и вот сюда, в Саратовской академии, сюда, в Тверь, когда попали? В Тверской области я с 2014 года. С 2014 года. А сами родом? С сам родом из Саратовской области. Из Саратов, то есть где заканчивали школу, туда же поступили, да? А Мария Александровна, а вы? Я в Тверской, да, заканчивала наш Тверской государственный университет, юридический факультет, до сих пор сотрудничаем с ними, приглашают меня и для студентов, лекции какие-то прочитать, в том числе на занятия по профориентированию, поэтому вот моя жизнь с Тверью связана. И заодно показать, вот наша студентка, и вот доросла до прокурора района. Максим, несколько слов о вашем приходе в Следственный комитет следователям. Ну, у меня путь немножко похож с моей Александрой, тоже на третьем курсе, будучи студентом юридического факультета, также в ТВГУ, в СССР, Побывав в разных местах практики, соответственно, заинтересовал меня Следственный комитет, как я ранее упоминал, попал в Завожский, Межрайонный следственный отдел, где вот меня наставник тогда был, вот следователь, сумел заинтересовать, вот о чем говорил Олег Николаевич, то есть это в первую очередь наставник, сможет ли он тебя заинтересовать, обучить немножко той самостоятельности, и затянуть вот в эту профессию. Ведь это же сразу какая ответственность, да, вот накладывается на человека, я не представляю. Валентин, ну, вы сколько в следствии? Ну, в Следственном комитете, вот я пятый год, а вообще в структуру с учетом того, что я закончила ведомственную академию Следственного комитета 10 лет, если считать учебу. И ни разу в жизни не было вот такого, вот сколько вы перечисляли, что нужно стрессоустойчивость, там проще сочетать, прочитать вроде бы с нормальной жизнью, но которая не остается вроде бы вне Следственного комитета этой жизни. Нет, но я с детства знала, что я буду следовать. Я уже четко определилась, мне кажется, когда вот я даже в школу только пошла, что я хочу стать именно следователем, что эта профессия мне близка. И потом в 14-м году открылась как раз первый набор Московской академии Следственного комитета. И еще тогда существовал у нас в Волжске природоохрана Следственный комитет. Именно оттуда я получила направление, и направилась на учебу. Но потом его расформировали, он объединился с нашим уже Следственным управлением по Тверской области. И я пришла сюда на работу. Сначала в Заворске, Межрежисследственный отдел, мы с Максимом вместе поработали. А потом уже перешла в первый отдел по расследованию особо важных дел. И вас, я знаю, объединяет и общая проблема, которая еще одна проблема, которая объединяет ваши две структуры, это те же самые дети и подростки, которые иной раз и уходят из дома, и преступления ими совершаемые, в отношении них, да? Дети и подростки у вас всегда на первом месте. Всегда. Естественно. И, наверное, ваше пожелание, Мария Александровна, пожелание тем нынешним выпускникам, которые думают, и тяните, а вот, может быть, они в прокуратуру пойдут. Мое пожелание, чтобы слушали свое сердце и ничего не боялись. И не боялись пробовать. То есть, если хочется попробовать в прокуратуре, пускай обязательно приходят, хочется в Следственный комитет, пускай устраиваются туда, куда хочется, а не туда, где, как им кажется, более выгодно, более спокойно, более комфортно. Не нужно бояться. Отлично. Молодежи много, Олег Николаевич? У вас в прокуратуре. Да. Идет народ в прокуратуру? Да, молодые сотрудники приходят, устраиваются, соответственно, передаем уже наработанный опыт. Вот, в общем, ну, молодежи очень много. Вот, если говорить про прокуратуру Политатского района, в основном идут девушки работать. Ну, у нас как-то девушки, это основной фронт. Почему-то, да. Ну, тем не менее, да, у девушки, у меня такое ощущение, что более ответственный народ. Бывает иногда. Мне тоже так кажется. Да, да, кажется. Ну, и вот, девушки от Следственного комитета, Валентина, вам и за Максима, пожелания, почему надо выбрать профессию следователя, на ваш взгляд? Ну, профессия следователя, я не устану это говорить, это призвание, это, безусловно, интересная работа, и если есть желание, то обязательно действительно надо пробовать, и надо идти на эту работу. Я уверена, что все получится, с учетом того, что все помогут, никто в беде не бросает никогда, и это действительно интересная работа, когда ты выезжаешь на места происшествия, когда ты общаешься с людьми. Безумно интересно. Это все завораживает, и ты уже вот, окунувшись раз, уже больше не сможешь в это бросить. Ну, и повторю, как Мария сказала, главное не бояться. Конечно, конечно. Уважаемые друзья, спасибо вам за участие в эфире, с прошедшими вас праздниками, со всеми наступающими, здоровья вам, Амира, спасибо за вашу работу, надеюсь, что справедливость всегда будет торжествовать. Спасибо. До свидания. Спасибо.